Признаться, нас всех удивило, с какой яростью и остервенением Радий Фаридович на минувшей оперативке давал задания всем своим ведомствам, подчиненным, вассалам, поклонникам начать заботу о беженцах из ДНР и ЛНР. Буквально звучало так, бросайте все, прекращайте вообще работать в республике, начинайте готовиться к приему беженцев. Министры здравоохранения во время тяжелейшей пандемии делают начальником штаба по приему беженцев. В больницах начинают экстренно выписывать больных, лишь бы только освободить место для потенциально заболевших беженцев. Роспотребнадзор выдвигается в район железнодорожного вокзала встречать беженцев, делать им бесплатные тесты на ковид и всячески обихаживать их по части их здоровья. Главам районов дается задание срочно бросить все дела, пофигуть снег, порвавшиеся водопроводные трубы, там какие-то нужды жителей, срочно все главы района должны заняться пунктами приема беженцев. В общем, какой-то был ахтунг. Ну, вот, правда, мы все недоумевали, но что такое? Ради Фаридович объявил, две тысячи беженцев мы сейчас примем, две тысячи. Позже стало понятно, что другие губернаторы, другие субъекты Российской Федерации высказали тоже желание встретить беженцев из ДНР, ЛНР, но в значительно более скромных масштабах. Пятьсот, семьсот, тысячи человек. Выше тысячи человек я иных регионов, кроме южных, не слышал. Ради Фаридович заявил две тысячи. В общем, все бросили, начали готовиться, Ленара Хакимовна, значит, рапортует о готовности и все прочее. И беженцы во вторник не приехали. Не приехали от слова совсем. Уфимские журналисты стали звонить в Ростов, в главный штаб по приему беженцев из ДНР, ЛНР, и выяснили, что оказывается в Ростове беженцев из ЛНР, ДНР на всех не хватает, что вовсе не обещали, и никто не обязался, и вообще не собирались даже отправлять их в Башкирию, да и, собственно, среди беженцев дураков нема. Потому что ехать в эту странную республику, ну, прямо скажем, депрессивный регион под руководством вот этого самого Хабирова, желающих не нашлось. Какие там эшелоны, какие там две тысячи беженцев. Двух-трех человек не нашлось. Уже во вторник, ближе к вечеру, когда собирались встречать их беженцев под оркестр и плач славянки на железнодорожном вокзале, быстро разбросали смс-очки этим волонтерам, что ребята не приходим, не приезжаем и держим зубы на замке, и помалкиваем, никому ничего не рассказываем. В общем, не случилось. Беженцев не случилось. Ну, давайте так рассуждать. Понятно, беженцев на всех не хватает. Это же вещь такая очень нужная, да? Судя по тому, что нам было заявлено, что там приедет чуть ли не миллион беженцев, а приехало их там несколько десятков тысяч, а может быть и просто несколько тысяч, мы точно не знаем, никто точно не знает. Но очевидно, что Кремль просто не доверил Хабирову вот эту вот, как говорится, ценную вещь, вот этот вот некий актив нынешней российской политики вот этих беженцев, да и какого черта было бы действительно ехать в глубину сибирских руд сюда, вот к нам в Башкирию. Есть теплый Краснодарский край, есть замечательный Ростов, да в конце концов жирная богатая Москва, Санкт-Петербург, куда только не представляется возможным поехать этим беженцам. Вот еще не хватало им в эту Башкирию ехать. Но в общем никто не приехал. Остаются вопросы. Дело в том, что быстрее всего у Хабирова работает система мобилизации денежек. За сутки буквально было собрано 15 миллионов пожертвований в некий фонде, который находится где-то в пространстве между Белым домом и исполкомом партии «Единая Россия», где-то вот в этом промежутке. А 15 миллионов были собраны. Ну мы знаем, как собирают эти пожертвования. Обзванивают крупные предприятия, говорят, ребят, так, по миллиону быстро скинулись. Тут у нас беда, горе, необходимость. Значит, 15 миллионов собрано. Деньги уже перечислены из предприятий. Обратно их вернуть, ну, почти не представляется возможным. Куда они денутся? Как они будут освоены? Наверное, надо спросить «Единую Россию». А еще 200 миллионов рублей были зарезервированы в бюджете на расходы на беженцев там и прочее, прочее. Очень хочется надеяться, что, ну, ладно, не доверили Радио Фаритовичу беженцев федеральной власти, бог с ними. Очень хочется надеяться на то, что Радио Фаритович теперь одумается. Возможно, он извинится перед жителями республики, потому что он их всех, тех, кто был не согласен с этими восторгами, обозвал нравственными недоумками заранее, еще в понедельник. А теперь вот нравственные недоумки недоумевают и такие говорят, ну, Радио Фаритович, а вот беженцы-то не приехали, а мы так вот в нравственных недоумках и будем ходить, что ли? В общем-то нехорошо, получилось не здорово, не красиво. Но главный вывод мы должны сделать вот какой. Хабиров настолько пренебрегает населением республики, что он готов за любую малую выгоду, я имею в виду в данном случае, просто обычную похвалу московского начальства. Так вот, за любую такую выгоду Хабиров готов продать и растоптать целиком население республики, обвинить их в чем угодно, обозвать их как угодно, но лишь бы выслужиться перед московским начальством. И вот случился такой нехороший казус, выслужиться не получилось. Московское начальство не доверило Хабирову беженцев из Донбасса и Луганска. Ну вот, это вот, по-моему, самая ярчайшая иллюстрация того, насколько деградировала власть в республике Башкортостан и насколько актуально на самом деле что-то с ней сделать. На самом деле нужно что-то предпринимать, нужно каким-то образом ее модифицировать, менять, улучшать, я не знаю, там, вменять. Но хотя, конечно, у меня большие сомнения в том, что власть эта вменяема и можно ей что-либо объяснить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова